МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы все помним, что там происходила буквально массовая резня и бойня, когда толпа молодчиков резала напропалую буквально людей и разбивала машины. Там есть пять задержанных. Сейчас милиция сообщает последние данные, что все-таки российского следа они там не видят, а видят именно конкретно уголовное преступление, в котором сейчас разбираются, и назначено очень много экспертиз. Но как повлияла эта ситуация на отношение иностранных студентов к учебе в Харькове? Дело в том, что данная ситуация действительно спровоцировала переживания в кругах иностранных студентов, потому что изначально подавалась информация, что это были сделаны целенаправленные шаги именно в сторону иностранных студентов. Но когда произошло разбирательство, все стороны поняли, что это не было целенаправленно направлено на студентов, и средства массовой информации. Там были пострадавшие и украинцы. Да, там были пострадавшие и украинцы, просто иностранные студенты попали под горячую руку хулиганов, и сложилась вот такая ситуация. Мы со своей стороны проинформировали всячески иностранных студентов, что это был просто хулиганский поступок, не более. И, кроме того, был проведен круглый стол, на котором были приняты решения, и были написаны письма и родителям пострадавших, да, и вот в Иорданию, что здесь не прослеживается никаких ксенофобских или каких-то других российских намерений со стороны наших граждан, которые совершили это преступление. И еще раз повторюсь, со стороны профсоюза тоже была проведена работа разъяснительная, и мы считаем так же, как и правоохранительные органы, во-первых, что нет массовости таких действий. То есть пока говорить и переживать, конечно же, надо, но нету, если бы была череда таких событий, мы бы уже какие-то принимали более серьезные меры. Пока мы информируем о том, что произошло хулиганское действие, не более. Ну, после этих событий даже малейшая какая-то шумовая завеса, так сказать, во дворе уже воспринимается очень тревожно. И вот накануне в тот городок, расположенный на Клочковской, приезжала милиция, вы знаете, да, там проверяли информацию относительно большого скопления людей, которые шум на себя вели. И соцсети тут же взорвались, начали писать о том, что там якобы тоже массовая драка и так далее, и так далее. В результате оказалось, что все-таки массовой драки, ну, как заявляют в милиции, не было. И что был какой-то конфликт, который, ну, решился довольно мирно. Как сейчас иностранные студенты относятся к тому, что происходит в Харькове? Вы говорили, что все-таки, возможно, у кого-то возникало желание забрать документы из вузов, уехать из Харькова. Как вы с этим справляетесь? Каким-то образом уговариваете остаться или что делать? То есть, да, действительно, произошел инцидент, да, были такие вот предположения, да, что там был какой-то конфликт, но благодаря правоохранительным органам и благодаря представителям профсоюза, которые вовремя проинформировали правоохранительные органы о том, что, возможно, будет какой-то конфликт. И благодаря гражданам сознательным, которые вовремя тоже сообщили о вот этих вот шумных кампаниях... Которые отмечали защиту диплома. Которые отмечали защиту диплома, да. То есть, вовремя был предотвращен возможный конфликт, потому что, да, действительно, представители кавказских стран, таких как Туркменистан, они когда отмечают, выпивают, кровь начинают играть, действительно, иногда бывают какие-то с их стороны не совсем адекватные действия. В этом направлении профсоюз проводит разъяснительную работу и с иностранными студентами, и объясняем им, что необходимо вести себя спокойно, реагировать адекватно на происходящие ситуации, не поддаваться на провокации, потому что часто и со стороны украинской молодежи бывают провокационные действия, которые вызывают на себя бурю негативных эмоций, да, и со стороны. Тем более, это студгородок. То есть, там в основном находится одна молодежь. Поэтому, благодаря правоохранительным органам, которые сейчас, благодаря нашим просьбам, усилили патрулирование, для того, чтобы не возникало вот такого рода беспорядков, чтобы мы контролировали вот эту вот ситуацию. Да, такой момент есть, сейчас проходят защиты, празднования. А сейчас мы находимся в таком состоянии осторожности, стараемся максимально быстро реагировать на те возможные какие-то конфликтные ситуации, которые могут возникнуть. Ну, вот студенты утверждают, что бывает чаще всего именно из-за каких-то мелочей возникают такие ситуации. А как вы советуете их избежать? Ну, опять же, повторюсь, избежать можно очень просто. То есть, не адекватно воспринимать, да, окружающую ситуацию, не поддаваться, опять-таки, на провокации, на те, возможно, какие-то высказывания, да, со стороны украинцев. И иностранным студентам не так активно и бурно реагировать на то, что высказывается со стороны. То есть, не обращать внимания, проходить мимо этих ситуаций, не контактировать. Да, мы живем, это люди, это жизнь, бывают разные ситуации, но мы должны понимать, что эти конфликты, они ни к чему хорошему не приводят. Они только, помимо того, что они могут привести к каким-то, опять же, таким физическим расправам, да, между молодежью, так и к каким-то проблемам, связанным общегородским. То есть, это иностранцы, это украинцы. То есть, это вопрос очень серьезный и для Харькова в целом. Почему? Потому что иностранные студенты сейчас, это, будем говорить откровенно, это один из основных, один из не основных, а серьезных доноров в экономику страны. Тем более, что в городе Харькове обучается сейчас около 30% всех иностранцев в Украине. И это, кроме того, они оплачивают обучение на порядок дороже, чем наши граждане. Плюс эти суммы в контрактах прописаны в долларах. И, учитывая подъем доллара, сейчас это очень весомый вклад в бюджет страны и, соответственно, и в ее развитии. Мы это всегда объясняем и нашим гражданам, чтобы они понимали значение этих людей здесь. И, кроме этого, иностранный студент, кроме того, что он оплачивает обучение, он здесь тратит деньги. Он поддерживает малый бизнес, средний бизнес, он пользуется различного рода услугами. Покупает продукты питания, ездит отдыхать, посещает кафе, рестораны. То есть это очень, на данный момент, момент кризиса, поднятия нашей страны, это очень такой серьезный донор для развития. И как в целом Украина, так и Харькова. Кстати, вот в той ситуации, в которой оказалась страна, уменьшилось ли количество иностранных студентов в Харькове? Я знаю, что еще год назад очень многие задумывались о том, чтобы покинуть территорию Украины, потому что опасались и беспорядков, и в том числе на территории Харькова. Безусловно, есть факты отъезда иностранных студентов, потому что часто даже родители забирают своих детей отсюда, потому что у нас происходит то, что происходит, конфликт на Донбассе. Но в целом, если мы говорим о городе Харькове, то здесь в целом создана спокойная обстановка. И вот этот момент, он имеет значение. То есть многие, конечно же, остаются, и даже планируется в этом году осенью приезд студентов даже больше, чем в прошлом году. Потому что люди увидели, что здесь спокойно, здесь ничего не происходит. И вот этот момент, который произошел на Токаро-Яроша, тоже имеет значение. И мы о нем сейчас говорим не только в Иордании, что там студенты, которые оттуда пострадали, но и в другие страны. Мы тоже другим студентам говорим о том, что в целом ситуация под контролем. Массовости таких ситуаций нет. В принципе, в любой стране никто не застрахован от таких массовых драк. Да, от таких драк, конечно же. Вот мы стараемся эту ситуацию держать под контролем и сообщать в страны, откуда основной идет приезд студентов, чтобы там были люди спокойны, чтобы ничего не происходило. Но было еще одно резонансное происшествие в студ городке НАТО Кара-Яроша. Это самоубийство 21-летней студентки из Туркменистана, которая в воскресенье выбросилась из окна общежития Украинской инженерно-педагогической академии. Там была предсмертная записка, содержание которой правоохранители не озвучивали. Девушка написала потом, как выяснилось, о том, что ее изнасиловали четверо одногруппников, тоже из Туркменистана, с которыми она отмечала получение диплома. Опять-таки, об этой ситуации вы в курсе? Да, мы в курсе об этой ситуации. Да, действительно, произошел такой инцидент. Что тут можно посоветовать студентам? Посоветовать студентам? Здесь можно посоветовать студентам, чтобы они увидели, к чему приводят вот такие действия. И при, возможно, принятии каких-то решений своих действий, они понимали, к чему они могут привести. Безусловно, подробностей пока правоохранительные органы не рассказывают. Но данная ситуация говорит о том, что, опять же-таки, просто это преступление на почве какого-то просто неправильного воспитания, возможно, студентов. Возможно, какого-то того же алкогольного опьянения. То есть это, опять же, такой хулианский из ряда вон выходящий поступок, который не укладывается и не стоит рядом с правильной жизнью человека. То есть это такие раковые опухоли, от которых надо избавляться в обществе. Ну и, как мы уже говорили, в патрулировании задействованы уже бойцы и батальонов Слобожанщина, и Харьков-1. И, как заявляют в милиции, усилены эти патрули. К своим обязанностям 800 патрульных, которых отобрали из числа 4,5 тысяч претендентов, приступят уже к середине сентября. Также еще будет такое усиление. То есть обстановка будет нормализоваться, налаживаться, все спокойнее и спокойнее будет, опять-таки, для иностранных, и для украинцев, и для иностранных студентов. Но вот если говорить о проблемах иностранных студентов, какие вот сейчас у них основные проблемы, с которыми они сталкиваются, и как их решить? Основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются иностранные студенты, ну, во-первых, это иногда создание искусственных проблем. Как и в вопросах, связанных с регистрационными документами, как в вопросах, связанных с обучением в ВУЗе. И создание этих искусственных проблем приводит к каким-то несанкционированным, возможно, материальным затратам иностранцев, от которых они страдают. В то же время мы должны говорить, что проблемы, с которыми они еще сталкиваются, связаны с неправильной организацией досуга, чему профсоюз сейчас уделяет особое внимание. Потому что часто из-за неправильной организации своего досуга возникают конфликтные ситуации на улицах. Мы этот вопрос сейчас берем под особый контроль, чтобы во внеучебное время они были чем-то заняты более содержательным, нежели просто прогулки, распитие спиртных напитков, отдых в кафе и так далее. У нас есть проект, мы готовим ряд спортивных мероприятий, культурных, возможно, это будут какие-то туристические туры и по Харькову, и по Украине, чтобы ознакомить студентов с культурой страны, с ее историей. В то же время возникают часто проблемы у студентов из-за несвоевременного информирования правоохранительным органам о том, что происходит. Об этом на круглом столе, который мы проводили недавно, мы вели диалог, присутствовал. О том, что происходит в среде студентов? Да, о том, что происходит в среде студентов и вокруг них. То есть иногда просто возникшие проблемы у студентов, они о них не вовремя сообщают. Из-за этого возникают проблемы. В то же время, мы также обсуждали один из вопросов, это на круглом столе, на котором присутствовали правоохранительные органы, представители СБУ, представители миграционной службы, был представитель Совета проректоров по иностранным студентам. Обсуждался вопрос также знания правовых законодательных моментов, особенностей украинского законодательства иностранных студентов. И мы приняли решение создать на основе уже новых законодательных документов памятку, в которой основные моменты взаимодействия иностранных студентов со всеми службами, с которыми они сталкиваются. Это и ВУЗ, и миграционная служба, и милиция, и различные другие структуры. Ну, раньше жаловались иностранные студенты, я знаю, что их больше всех задерживают на улицах, проверяют, досматривают, если нет документов, оставляют где-то там в участке, требуют опять-таки каких-то взяток, денег и так далее. Сейчас какова ситуация? Сейчас мы благодаря тому, что профсоюз тесно взаимодействует с правоохранительными органами, этот момент мы проговариваем. То есть мы говорим о том, что, ну, бывают, да, ситуации, когда студент вышел там с общежития, скажем, документ не взял с собой, вышел за хлебом или за какими-то продуктами питания, забыл свой документ реестрационный. Такое бывает. Мы говорим о том, что эти студенты звонят в профсоюз, звонят в профсоюз, и выезжает человек, который знает о том, что этого, профсоюз знает, что этого студента все в порядке с документами. Мы решаем этот вопрос. Либо этот документ привозят, либо же мы проводим беседу и привозим те документы, которые есть в профсоюзе, и этот вопрос решается. Часто бывают, возникают проблемы, мы тоже об этом говорили, что иностранцы, которые попадают в неприятные ситуации, они не могут позвонить в службу 102 и разъяснить свою проблему по простой причине, незнание языка. На горячей линии 102 нет переводчиков. Это серьезный вопрос, который мы тоже обсуждали с милицией и приняли решение, что мы сказали о том, что иностранный гражданин звонит на горячую линию профсоюза, у нас есть переводчики, он сообщает нам о своей проблеме, и мы выезжаем и решаем те вопросы, которые возникают. Просто чтобы ему давали возможность позвонить. Часто не дают возможности просто совершить звонок студенту. У него там забирают телефон и начинают ему рассказывать то, о чем мы сказали. Такие вопросы есть. В основном подозревают именно в нелегальной миграции, да? Конечно. То есть для милиции это основной повод получить какие-то незаконные. Это не часто происходит. Это не чистые на руку представители правоохоронных органов. Есть такие, которые тоже не контролируются высшим руководством. То есть иногда действия сотрудников райотделов не могут контролироваться вот в эти моменты высшим руководством. И происходит там то, что происходит. Мы с этим стараемся бороться. Мы об этом говорим всегда. И стараемся сделать все для того, чтобы не происходило таких ситуаций. Есть также такие проблемы, насколько я могу судить по сообщениям в интернете, какие есть. Что у студентов, которые пытались перечислить средства через проблемные банки, вот эти средства не были зачислены и грозят отчислить в итоге из вузов. Как решается эта проблема? Действительно ли происходят эти отчисления? Возможно ли этого избежать? Что касается данной ситуации, это правительственные... В частности, упоминался медицинский университет. Да, решение этого вопроса находится сейчас на уровне правительства. Профсоюзу сложно что-то сделать. Но мы знаем, что информация подается таким образом, что ни банк не виноват, потому что он разорился, не виноват мединститут, который не получил денег. Кто в этой ситуации виноват и кто должен решать эту проблему, пока непонятно. Вуз со своей стороны сказал о том, что мы отчислять никого не будем, но заплатить придется. То есть в данной ситуации сложно осудить вуз, который не получил деньги от банка. Судить здесь нужно банк, который получил эти деньги. Где эти деньги подевались, непонятно. Здесь нужно задавать вопрос в Киев, потому что это очень серьезный вопрос. Профсоюзу сделать здесь что-то мы будем писать, конечно, письма и в министерство, и, возможно, в правление национального банка, чтобы оно разбиралось с этим вопросом. Потому что существует гарантийный фонд выплат банковский, который такие моменты держит на контроле. То есть здесь серьезный вопрос очень, который нужно решать сообщение. Но возможно ли студентам предоставить, опять-таки, какую-то отсрочку по этой оплате? Потому что если были выделены средства родителями того же студента, и они заплачены уже, получается, а средств больше нет, допустим. Ведь сюда едут часто очень даже небогатые студенты из других стран, можно сказать. Да, мы, безусловно, с ректоратом вузов этот вопрос будет решаться. Чтобы была отсрочка, чтобы эти студенты, которые попали в ситуацию, не зависящую от себя, безусловно. То есть они получат ту же выплату от фонда гарантирования вкладов, да? Или каким образом? Это же все-таки платеж, это не депозит. Вот тут такая еще проблема, насколько я понимаю. Да. Если депозит, то да, фонд гарантирования вкладов гарантирует его возвращение. А это платеж, который оплачен банку, а банк не оплатил вузу. То есть, по идее, должны разбираться вуз и банк. Но это не проблема студента, должна быть. Да, это не проблема студентов. Но так как студент лицо заинтересованное, он и мы, как профсоюз, мы, безусловно, обязаны этот вопрос контролировать и понимать, что же там происходит с этими деньгами. Но, опять же, повторюсь, это вопрос на уровне правительства, на уровне министерства, куда мы пока можем только писать письма. Они пока не отреагировали на эту ситуацию? Пока четкой реакции не было. Четкой реакции по этому вопросу не было. Поэтому мы ждем. Мы ждем, но при этом стараемся держать на контроле этот вопрос. При возникновении каких-то действий, чтобы странные студенты не пострадали, опять же. Чтобы их не отчислили. Чтобы, опять же, государство Украина поступило с людьми, которые приехали, будем говорить, откровенно, к ним в гости. Чтобы оно разобралось с этим вопросом. Профсоюз, как главный защитник иностранных студентов в городе, будет жестко этим вопросом заниматься. И я думаю, что будет все в порядке. Ну и у нас остается буквально несколько минут. Подводя итоги, что можно сказать по тому, как организовывается учеба и жизнь иностранных студентов в Харькове? В целом, надо сказать, что работы очень много. Потому что на данный момент все вопросы, связанные с тем, что мы говорили, мы держим под своим контролем. И один из основных вопросов и проблем, о которой я не сказал, это условия проживания студентов, которые сейчас этот пункт прописан в стратегии развития Харьковской области 2020. И заложены деньги на решение этого вопроса, в том числе и благодаря профсоюзу. И мы будем контролировать этот вопрос, чтобы эти деньги дошли до пункта назначения своего, чтобы мы показали мировому сообществу и тем странам, откуда приезжают студенты, что Украина и в частности Харьков прилагают максимум усилий для создания более лучших условий для пребывания иностранных студентов у нас в Украине и в городе Харькове. А как изменятся эти особенности проживания в случае нормального расходования этих средств? Будут делаться ремонты в общежитиях. То есть во многих общежитиях нет воды горячей. Где она есть, иногда бывают перебои. От чего студенты страдают. Иногда из пяти общежитий, которые рядом стоят, горячая вода есть только в одном. Они стоят в очередях, чтобы покупаться просто элементарно. Кроме этого, количество квадратных метров в комнатах, в общежитиях, они не соответствуют международным и европейским стандартам. Что является очень... Там даже тюремная камера шире. Да, абсолютно верно. Поэтому этот вопрос очень важен. То есть именно жилье человека, да, это важный вопрос, которым основной... Один из основных вопросов, к которому мы будем прилагать усилия, чтобы улучшать качество жилья для иностранцев. Что еще необходимо решить в ближайшее время? Какие вопросы будут подниматься? На последнем круглом столе, который мы провели, было принято совместное решение, да, вместе с силовыми структурами, советом проректоров, профсоюзом, провести расширенное заседание, в котором примут участие представители диаспор, землячеств, общин, лидеры студенческих групп и в том числе правозащитные организации, на котором мы соберем вместе, да, список вот этих всех проблем. Возможно, студенты донесут до нас, возможно, еще какие-то проблемы, которые существуют, которых мы не знаем. И, возможно, те проблемы законодательные, которые существуют для студентов, для иностранцев, возможно, будут подготовлены какие-то проекты изменений в законы страны. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашей программе. Я напомню, у нас в гостях был Сергей Усов, глава Харьковского профсоюза иностранных студентов. Спасибо, до свидания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»